По фене больше не ботать. Запрет на тюремный жаргон добрался теперь и до СИЗО. Заключенные отныне живут по новому распорядку, который обнародовал Минюст. Так вот, по приказу арестованным запрещено, цитирую, при общении с другими лицами использовать нецензурные, угрожающие, оскорбительные или клеветнические выражения. О борьбе с крепкими словечками Екатерина Пономарева в специальном репортаже главных новостей Екатеринбурга сегодня. В этой песне Михаила Круга герой предлагает полицейским отведать тюремные каши вместо него. А пока осведомитель из числа заключенных отбывает наказание дальше, его срок уже вышел, и совсем скоро он отправится домой. Понять этот куплет можно разве что со словарем тюремного жаргона. Впрочем, сейчас трудности перевода слушатели не испытывают. Подобные песни уже прошлые. То ли запреты на зуновский диалект подействовали, то ли вкус у сидельцев изменился. Забористый блатняк 90-х выжили лирические песни нулевых, где смысл приходится искать между строк. Это песня о любви к матери и раскаянии. У слушателей она пользуется особым успехом, говорит Валерий Чек. В тексте ни единого блатного слова. Авторы их не используют вовсе. И самому не нравится, и служба исполнения наказаний в свое время твердо ступила на горло жаргонной песни. На концертах в колониях уже давно не дают, цитирую, педалить блатняк. Современная тюремная лирика должна не крепким словцом брать, а крепко за душу. Блатного жаргона в них не видно. Песня посвящения любимым, женам, девушкам. А чтобы там по масте какой-нибудь из этого я ни разу не приходил. И слышал, как тоже ребята исполняют хорошие жизненные песни. Ну там и не дадут блатную исполнить. Поэтому как бы вот так вот. Хозяин едва ли не единственного в Екатеринбурге жанрового шансон-кафе замечает. Блатная песня умирала последние лет 10. Нет спроса, нет и предложения. Просто время. Другие люди по-другому думают. Все связано, государство, все по-другому. Время другое. Просто время. Этому, возможно, поспособствовал и запрет на жаргон и мат в колониях. И новый курс перевоспитания зэка. За ругань блатняк заключенным грозит выговор в личном деле. А это пятно в характеристике и порой крест на возможность освободиться досрочно. А теперь ботать по фене официально запретили и на стадии следствия. В СИЗО. Прементивная мера. Наша боль ни с чем не сравнимая. Потерять бы ее все навечно. Только здесь понимать я стала. Как люблю тебя. Все. Бесконечно. Словно по заказу в камере женского изолятора нам читают стихи собственного сочинения про маму, любовь и раскаяние. Ничего криминального. Здесь уверяют запрет на мат в новых правилах распорядка не самый важный пункт. В этом девичьем царстве по фене не ботают. Тут и слов таких не знают. Специфика нашего изолятора это женский следственный изолятор. Поэтому, как правило, нецензурная брань и жаргон здесь не применяется. Но если такие случаи будут, то подозреваемые обвиняемые будут привлекаться к дисциплинарной ответственности. Обновленные правила внутреннего распорядка на новый уровень вывели не только общение, но и условия содержания. Теперь в изоляторе можно пользоваться электрочайником, например. В список разрешенных вещей попали ватные диски с ватными палочками. И вот уже совсем радость для арестованных дам – щипцы для маникюра. Еще сигареты теперь не ломают. Пачки, купленные в тюремном СИЗО, пропускают целиком. Словом, совсем другой разговор. Здесь не так не принято. То есть у нас по установленным, так скажем, правилам обращения сотрудников к нам. То есть на вы, по фамилии. Точно так же мы по имени, отчеству обращаемся к сотрудникам. Ну, гражданин, начальник. Ну, это как бы плюс очень большой. Потому что не хотелось бы. Даже в тюрьме хочется остаться человеком. В мужских колониях и СИЗО бороться со сквернословием, говорят, в ГУФСИН сложнее. Но даже страх наказания убить тюремную СИЗО не способен, говорят лингвисты. Это возможно, наверное, в приказном или в каком-то наказуемом порядке только, скажем, воспретить, употреблять данную лексику публично. Вот и все. Но как только человек выходит из сферы публичности, в сферу, скажем, других отношений, близких, интимных, приятельских, товарищеских, он, естественно, будет употреблять то же самое. Почему? Потому что данный человек, думая на уровне внутренней речи, употребляет именно эти лексики. Сколько внутренних приказов и распоряжений пережила зоновская фене и не сосчитать. Если за колючей проволокой ей приходится уйти в подполье, то на свободе она пока вне санкций. Екатерина Пономарева, Евгений Дробышевский. Главные новости Екатеринбурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова